Валерий Седов С этого здания на площади Соборной и начинается история Госбанка. 158 лет назад здесь располагалась казенная палата. Однако после указа Александра II тут открывается Рязанское отделение Государственного банка Российской империи. Для этого было выделено два кабинета в здании присутственных мест, которые размещались в центре города Рязани на Ильинской площади. В этом здании также размещалось казначейство, городская администрация, органы финансов, статистики города, губернская типография. Через год в 65-м купец Соколов сдает в аренду отделению Госбанка второй этаж торгового дома. Сейчас в этом здании располагается арбитражный суд. А раньше на втором этаже была квартира управляющего и старшего контролера, а также бухгалтерия, касса, кабинеты для работы с клиентами. Собственных кладовых у отделения не было, и все ценности держали в кладовой казначейства. Ежедневно их перевозили в деревянных и железных сундуках. Аренда помещения стоила 1800 рублей ежегодно. В переводе на современную валюту сумма приличная – около полумиллиона рублей. Здание вскоре выкупили, и только век спустя окончательно переехали в уже привычное Рязанцам здание. Первоначально строительство началось в июне 1985 года. Освободили площадку под строительство здания от деревянных старых домов. Строилось здание как рязанский обком КПСС. Строительство планировалось завершить за три года, но оно затянулось. В 1991 году началась перестройка. Здание было построено, но не было внутренней отделки. Администрация города Рязани рассчитывала, что здесь будет дом общественных организаций. Помешали деньги, вернее их отсутствие. Средств на достройку попросту не хватило. В 1994 у здания новый хозяин – Банк России. Работы предстояло много. Реконструкцию завершили спустя два года. Здание обкома предстояло превратить в отделение Центрального банка. После начался поэтапный переезд сотрудников. История не менялась. В здании больше четверти века располагается региональное отделение Банка России. Проделав большой путь, исторический и географический, оно закрепилось здесь, рядом с историческим центром города. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Ожидание весны. Название выставки соответствует настроению полотен, написанных Ириной Быстровой. Поздравить художницу с открытием и посмотреть ее свежие работы пришли коллеги, ученики, близкие друзья. А также те, кто знает и ценит творчество Ирины Быстровой. Как говорит сама художница, она старается писать только то, что красиво и приносит радость. Зарядиться радостью можно в Приобанке, где расположилась выставка. Часть этих работ художница писала прямо во время занятий с учениками в студии. Как, например, копию голландского натюрморта Яна Дэвидса де Хэма. Это полотно имеет свою художественную ценность, но помимо этого его можно изучать как предмет искусства, повествующий о культуре средневековой Голландии. Такие картины обычно заказывали состоятельные люди. Вот эту у художника, скорее всего, заказал человек на склоне лет. Об этом говорят цветы в вазе. Многие из них уже увядают. Например, гвоздика – символ знатности и славы. Значит, они больше не имеют значения. Как и колоски, которые согнулись, а это символ богатства. Зато в центре полотна белый пион и рядом с ним бабочка. То есть художник говорит, что душа человека стремится к познанию Бога. Но в большинстве на выставке работы, написанные с натуры. Когда ты пишешь с натуры, ты переносишь вот эту частичку жизни, во-первых, на холст. И когда с натуры, это всегда видно зрителю. Эти работы всегда отличаются. Их всегда видят в первую очередь. То есть они потому что настолько откликаются в глазах, в душе другого человека, что это правда. И когда мы пишем с натуры, конечно, вот нарабатывается этот опыт, с которым потом как багаж ты можешь уже пользоваться в дальнейшем. И, например, сейчас, естественно, очень много есть возможностей писать там с фотографией, с монитора, с чего угодно. Но без натурных работ написать вот такую работу очень сложно. Потому что вот этого воздуха, вот это ощущение пространства все-таки нарабатывается на натуре. Пейзажи, представленные здесь, полностью натурные. Как и цветы. Это нельзя не почувствовать. Сейчас, конечно, еще цветов нет, но мы в ожидании. Поэтому называется ожидание весны. Потому что на самом деле самое интересное писать с натуры пионы, розы, ирисы. Вот это все, что у нас есть в садах. И когда приносят их в студию, вот эти огромные букеты. Вот это настоящая радость. Председатель Рязанского отделения Творческого союза художников России Владимир Кривов отметил, что живопись Ирина Быстрова может быть иной, выполненной в более свободной манере. Но эта экспозиция, созданная во многом в присутствии учеников, и для них имеет свою прелесть. Она очень разнообразна. От мелких выделенных ее копий, вдохновленные голландскими натюрмортами, тонкие натюрмортики. И в то же время работа с свободным мастихином, который она пишет, даже мне лично как-то ближе, то, что она писала, свободно, отвлеченно. На выставке в Приобанке представлено три десятка работ. Пейзажи средней полосы, натюрморты с охапками цветов, салонная живопись, от классического масла до романтической акварели и пастельных мелков. Зритель легко может оценить разнообразие и многогранность произведений Ирины Быстровой. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Неспокойные выходные выдались для рязанских служб. Только на дороге зарегистрировано больше 70 ДТП. А сводки МЧС утверждают, что пожаров было больше на целую сотню. Горела преимущественно сухая трава. Подробности далее. Это кадры с воскресной аварией. В шестом часу вечера на Ряжском шоссе «Шевроле» выскочил на встречную полосу и столкнулся с «Вольсфагеном». Женщина-водитель последнего скончалась. По данным СМИ, она была на пятом месяце беременности. Водителя «Шевроле» с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и закрытой травмой живота госпитализировали. 15 апреля приблизительно в 14.20 на улице Шереметьевской города Рязани на регулируемом перекрестке по предварительной информации 35-летняя Рязанка, управляя автомобилем Ниссан Премьера, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершила столкновение с двигавшимся на разрешающий сигнал светофора автомобилем «Лада Гранта» под управлением 35-летней жительницы областного центра. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 4-летний ребенок, который находился на заднем пассажирском сидении автомобиля «Лада Гранта» в детском удерживающем устройстве. Девочка была доставлена в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Всего в регионе зарегистрировано 12 ДТП с пострадавшими, еще 75 с причинением материального учерба автовладельцам. Инспекторами ДПС выявлено больше 11 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе 27 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 7 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 5 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения повторно. Ситуация с пожарами пока тоже оптимизма не вызывает. Из 175 зарегистрированных возгораний почти 80% пал сухой травы, 13 пожаров техногенных, огнем уничтоженной повреждено 12 строений и 2 единицы техники. При пожарах пострадало 4 человека. Сообщение о пожаре на улице Татарской города Рязани поступило в 0 часов 44 минуты. Пожар был ликвидирован в 1 час 54 минуты. В тушении участвовало 3 единицы техники и привлекалось 9 человек личного состава. В результате пожара огнем уничтожен мусор на площади около 50 метров квадратных. С половодием ситуация пока только тревожная. Но уровень воды в окне неуклонно растет. Если в начале апреля река держалась на отметке минус 128 сантиметров, то теперь почти 4,5 метра выше нулевой отметки. На контроле Главного управления МЧС России по Рязанской области подтопление трех низководных мостов и двух участков автодорог в Рязанском районе, а также 20 приусадебных участков. Здесь спасатели ситуацию мониторят практически ежечасно. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» вновь приехала в Рязань. Она расположена рядом с центральным входом торгового центра «Премьер» с 18 по 24 апреля включительно. Любители морских деликатесов могут приобрести вкусную рыбную продукцию к праздничному столу. Чарующий аромат и богатый ассортимент камчатского улова. Сегодня в Рязани можно приобрести рыбу прямо из краев вулкана. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» расположена у торгового центра «Премьер». Осталось совсем немного до завершения Великого поста. Для многих пасхальный стол ассоциируется с крашенными яйцами, куличом и твороженной пасхой. Но действительно, зачем себя ограничивать только ими? Для праздничного пасхального стола лучше выбрать рыбку пожирнее и побогаче. Прекрасно подойдет с красным мясом. Например, чавыча. У нее и вид торжественный, и вкус благородный. Я купила чавычу. Всегда сюда прихожу. Мне очень нравится рыба. Мне нравится еще палтус, но я больше останавливаюсь на чавыч. Белорыбицу. Мне очень понравилось, поэтому я за ней пришла. А помимо белорыбицы еще что-нибудь брали? Ну, конечно, брала. Брала еще чавычу. Тоже очень вкусная. А какую рыбу вообще любите? Расскажите. Все вкусные рыбы. Если пост у вас прошел без икры, то встретить Пасху без нее, ну, никак нельзя. Во время празднования по традиции нужно ходить в гости к родителям, крестным, бабушкам и дедушкам. Собираясь в гости, обязательно придумайте к столу какие-либо блюда с икрой. Или просто дополните свою пасхальную корзинку бутербродами с красной икрой. На выставке продажи икра и рыбы Камчатска морского деликатеса по приемлемым ценам предостаточно. Хватит всем. Икру в баночках брать – это неизвестно что. Поэтому здесь хоть она открытая, между прочим, они все дают на пробу. Буквально все. Икры. А первый раз на выставке? Первый. Это меня попросили купить. Успеть приобрести к праздничному столу рыбку горячего и холодного копчения можно у торгового центра «Премьер». Рядом с центральным входом до 24 апреля включительно. Выставка продажи икра и рыба Камчатская ждет вас. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Партнер программы «День города» – выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное – свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. Знакомые с детства историей про мумитроли и его друзей ожили в выходные на сцене кукольного театра. В рамках трехдневных гастролей спектакль сыграли артисты знаменитого питерского Карсенхауса. В спектакле театра «Карлсенхаус» по мотивам сказок Туи Янсен бережно сохранили не только визуальное решение автора, хорошо знакомое и маленьким, и взрослым, но и атмосферу оригинального текста. Постановка, как и сама шляпа волшебника, полна магии. У нас семейное буквально увлечение мумитролями. У нас все книги о мумитролях, у нас все истории о мумитролях. У нас есть один пятилетний юноша, который готов цитировать мумитроли. У нас есть сорокалетний юноша, который знает мумитролей почти всех наизусть. Ну и мама, которая всегда ассоциирует себя с мумимамой. И, в общем, короче, у нас семейство такое, очень мумитрольское на самом деле. Поэтому я даже стараюсь соответствовать белой и спознанной. Всей семьей фанаты мумитролей. И с детства я книжку знаю наизусть. И, конечно, я не могла такой спектакль пропустить. И тем более такой театр, такая театральная труппа великолепна. Спектакль Ваня о загадочной русской душе, философский и заставляющий задуматься, глубокий, не оставил равнодушных. Он открыл гастроли и задал тон всем театральным выходным. Это такая тема, такая русская, не знаю, матрица, которая у нас внутри все вот эти образы. Образы дракона, богатыря, образ пути к подвигу. Их не анализируешь, их просто, ну, понимаешь, на каком-то анагенном уровне. С первого взгляда детский спектакль про монстров тоже рекомендовался к просмотру и взрослым. И не случайно. Спектакль «Домашние монстры» очень понравился. Это французская история, но мне сразу показалось это похожим на такую ленинградскую коммуналку. Так как театр из Петербурга, вот такая у меня сложилась ассоциация. И это невероятный полет фантазии. Вот эти все куклы или даже их части, только ноги или руки появляющиеся. Я каждый раз, как ребенок, удивлялась каждой новой игрушке. Ну, а сама история, она действительно очень такая, понятно и детям, и взрослым, про то, что мы должны всегда уживаться с другими. Карлсон Хаус не раз бывал в Рязани. На рязанских сматринах полноценные гастроли впервые. Хочешь прокатиться вместе? Ой, и куда мы летим? Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте, город62.тв, и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Встречай Пасху с дальневосточными деликатесами. Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. С 18 по 24 апреля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова